Что это за понятие такое «работа мечты»? Каким критериям она должна соответствовать? И есть ли у севастопольцев работа их мечты? Узнаем прямо сейчас. Ну, чтобы нравилось человеку, который на ней работает. А еще какие критерии вот лично у вас? Ну, зарплата хорошая, естественно. Вот, чтобы начальство понимало и был какой-то рост обязательно. Потому что когда на одном месте, не очень. Ну, и мне еще нравится, когда работа разноплановая, не могу делать одно и то же много времени. Это когда работа приносит тебе радость, удовлетворение, и ты идешь туда с утра. Ну, просто как на праздник. Ну, блин, ну, чтобы нравилось, как минимум. Чтобы платили неплохо. Которая, ты живешь ею. Работа мечты. Ну, тут дело даже не в деньгах. Как бы, чтобы ты жил, чтобы ты ходил на нее с удовольствием, чтобы кайф получал. Вот это работа мечты. Я мечтала. Я с детства хотела работать воспитателем. И я считаю, что эта профессия, ты должен жить ею. Работа мечты, ну, на которой легко работать, наверное, так. Такая работа. Ну, когда приходишь и уходишь, когда с работы, не замечаешь, что она заканчивается. Чтобы попадала по темпераменту, наверное. Чтобы попадала как-то по режиму, по особенностям человека. Ну, работа мечты. Это и есть мечта. Что ты мечтал, ты и работаешь. Да, ты получил ту специальность, ту профессию, о которой ты и мечтал. Ну, я уже на ней работаю. А кем порасскажете? Я работаю персональным фитнес-тренером. Ну, смотрите, я вообще, когда выбирал свою профессию, для меня были основные критерии. Это мои ключевые навыки. То есть, что я умею, чего я хочу, в чем я хочу развиваться, что у меня получается. И, ну, что я хочу нести. Вот. Естественно, взвесил все свои умения, навыки, желания. Сопоставил. И начал искать, понял, что хочу обучать, помогать людям, да, соответственно, в физическом плане развиваться. Ну, и, собственно, так и нашел свою работу мечты.